С просьбой исправить ситуацию к мэру Сочи обратилась одна из жительниц этого микрорайона. По ее мнению, есть возможность потоки машин направить еще по двум улицам, одна из которых выходит в район аэропорта, а другая в район пансионата Изумрудный. Обсудили и другие проблемы микрорайонов. Сочинцева интересовала судьба выплат работникам муниципальных учреждений. Горожане утверждают, что у них уменьшилась зарплата. Анатолий Пахомов распорядился немедленно разобраться в ситуации и заверил, что бюджетные расходы на социальную сферу сокращать не будут. Еще одной темой обсуждения стала газификация села Адлерского района. Напомню, еще до Олимпиады все сети были построены, но вот газ в дома до сих пор не пришел. Причина известна. И сейчас и подрядчики уже не стало той краевой структурой, которая и заказывала эти работы. Строили одни, заказывали другие, а передали кому эту проблему? Мучиться политету. И я как мэр города взялся ее решать, и мы решили. И этот процесс, он может быть решен исключительно только в судебном порядке. По словам мэра Сочи, этот вопрос закрыть планируют к началу отопительного сезона. Говорили и о дорогах. В этом году в бюджете запланированы деньги на ремонт дорожного полотна на шести адлерских улицах Владимирской, Черновицкой, Миндальной, Каспийской и Буденовской. Говорили и о самостроях. Сочинцы утверждают, что потоп в прошлом году стал как раз следствием действий недобросовестных застройщиков. В частности, на реке Хирота. Глава города подчеркнул, сегодня этой проблеме уделяется максимум внимания. Всеми такими стройками уже занимаются правоохранительные органы. Также мэр пообещал, что в этом году полностью будет закрыт вопрос подтоплений в поселке Мирный. Здесь введут в эксплуатацию новую насосную станцию. А до конца 2016 года планируется провести проектно-изыскательные работы по реконструкции всей системы водоотведения и меридинской низменности.